Вопрос на месте нашего заседания это о приостановлении полномочий члена территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса Тарасова Кирилла Витальевича. Докладная сторона Надежда Круглина. Жанна, член комиссии в соответствии с законом, федеральным законом 29 статьи, федерального закона об основной гарантии избирательных прав и права участия в федеринге граждан РФ и статьей 6 частью 7 закона Кировской области об избирательной комиссии комиссиях референдумов Кировской области постановлении Кировской городской избирательной комиссии 21 июля 2017 года номер 64-2376 о заверении списка кандидатов депутата Кировской городской думы 6-го отзыва выдвинутого избирательным объединением Кировского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Территориальная избирательная комиссия Первомайского района города Кирова постановляет приостановить полномочия члена Территориальной избирательной комиссии Первомайского района города Кирова с правом решающего голоса Тарасова Кирилла Витальевича в связи с включением его супруги Тарасова Лидия Васильевна в список кандидатов депутаты Кировской городской думы 6-го отзыва выдвинутый избирательным объединением Кировского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Первомайская территориальная группа номер 16 до прекращения оснований для остановления полномочий. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Кировской области. Кто за данное постановление? Хорошо. Какие будут предложения по данному проекту? Принять. Я вот здесь руку держу. С самого начала у меня вопрос до предложения. И по ведению сразу. Я просто считаю, что докладчик не вправе ставить на голосование вопрос. По привычке? Нет. До этого прозвучало кто за и так далее. Я поставил. Ну, мы все увидим, кто поставил изначально. Алла Леонтьевна, у меня вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот статус гражданки Тарасовой... Ой, статус Тарасова Кирилла Витальевича, как супруга Тарасовой Лидии Васильевны, он каким образом установлен, подтвержден? Он точно супруг данной гражданки? Точно он супруг. Как это подтверждено? Потому что вопрос-то серьезный. Член государственного органа, его полномочия предлагается приостановить. Я предлагаю... При чем здесь мой статус? Там был вопрос о том, есть ли основания. Я сейчас всего лишь хочу выяснить. Как установлено, что Тарасов Кирилл Витальевич, это член Тарасовой Лидии Васильевны... Ой, прошу прощения. Супруг Тарасовой Лидии Васильевны. Супруги свидетельства о браке представлены. Или паспорт, что там, документы. Хоть какое-то подтверждение есть? Что они супруги. Коллеги, я вот слышу, они являются супругами. Что подтверждает? Я слышу, Антона Витальевича, в данном случае... Спасибо. Какие... Какой правоустанавливающий документ, что у них... Да хотя бы данные. Даже не только правоустанавливающий. Хотя бы какие данные есть у комиссии, чтобы своего коллегу приостановить у него полномочия. Есть паспорт, копия? Заявление от него лично? Заявление, да, паспорт. Он мне направил... Хоть что-то. Ну, в данном случае, я думаю, что, как сказать, с учетом вопроса Антона Витальевича, соответственно, и надо голосовать. Нет, у меня будет предложение по голосованию. Это вопрос. Все, ответа нет. Коллеги, у меня тогда предложение. Значит, предложение не принимать постановление. И поясню. Вот вы все члены государственного органа. Это серьезный статус. У вас есть определенные гарантии по законодательству. И вы хотите, не только без документов, но даже без данных коллеги. Я подчеркиваю, не только без документов, но даже без каких-либо данных достоверных, вы планируете приостановить полномочия вашего коллеги. Я предлагаю, значит, отложить данный вопрос, не принимать. Получить хотя бы что-то, что подтверждает статус данного господина. И после этого принять решение. Ну что вы? Елена, заявление есть его? На самом деле. Нет, мы запросим это самое. Нет, ну, это самое. Тогда мы рассматриваем данный вопрос на следующем заседании. И все? И никаких проблем? Это же ваш коллега. Вы что? Потрясающе. Тогда перерыв и вынесите документы. Алла Леонтьевна, введите, пожалуйста, заседание. Ну, вот что вы слушаете всех, кто вам что-то на ухо говорит? Вы правильно абсолютно все поняли. Отложите, рассмотрите на следующем заседании. И никакие сроки не будут нарушены. Уважаемые члены территориальной избирательной комиссии, я предлагаю объявить перерыв. Кто-то данное предложение, я прошу голосовать. Перерыв сколько? 5-10 минут. Все, другое дело. Да, самое простое, кстати, перерыв до завтра, например, и все.